Лишить маркетплейсы всех налоговых льгот, господа! Мало того, что никто не будет знать, сколько платить, это еще можно штрафовать. И никто еще не будет знать, когда к тебе придут. Грустно будет нашим продавцам и производителям. Если Минпромтор категорически поддержал, то мы такие, чтобы осуждать этот закон. Мне приплачивает больше Wildberries, и самая главная плата — это улыбка Татьяны. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители! Мы выходим в эфир бодрячком, потому что мы очень соскучились. Жмакаем все колокольчики, подписываемся, чтобы не пропустить. Пишем комментарии обязательно, потому что может какая-то важная новость пролететь мимо нас. Хотя мимо Бугаевского не пролетит никто, у него опыт огромный. А если вдруг нет возможности смотреть, то, конечно же, наши подкасты вам в помощь. Ну что, мы начинаем обзор ЯКОМ новостей. И снова с нами Владимир Бугаевский. Вол, привет! Привет! Что у тебя произошло нового? Ну, мы провели выставку. Наконец-таки она прошла. Прошла хорошо. Теперь готовимся к конференции электронной торговли. А это что такое? Конференция электронной торговли? Это что? Это что и когда? Когда она будет? Она будет 10-11 октября. И мы уже скоро выкатим по ней программу. А что еще интересно? Купил ли ты себе очередной автомобиль и двухэтажную квартиру? Нет, нет. Я все вкладываю в конференцию. И Артем Соколов. Артем, привет! Всем привет, друзья! Я думаю, что Вовчик следующую машину купит через Вайлбрис обязательно. Я как раз на обороте ввел секцию, в том числе, которую фонсировал Мегамаркет. Такая уважаемая очень компания. Я у них спросил, когда дали возможность спросить, когда у них появятся машины и квартиры с кэшбэком 70%, чтобы они стали лидерами в этой непростой категории. Они сказали, что в ближайшем будущем, возможно, это появится. Что у тебя интересного? Вот ты ответил на вопрос, когда я себе куплю машину очередную. Когда будет кэшбэк на Мегамаркете 70%? Мне интересно, что сходил я на Экомэкспо тоже с Владимиром. Про Экомэкспо это вопрос следующий. Ты что прикупил себе? Как твои продажи на маркетплейсе? Продажи текут. Я, собственно, когда как раз поделал мне пару секций, понял, что я не один такой, а страдающий селлер. В общем, ничего себе не купил. А что мне покупать? У меня вот ребенку три месяца, другому три года было позавчера. Они уже взрослые, сами себе все покупают. Нет, ну я подарил коллекционный Феррари только старшему сыну. Вот сториз в Телеграме вчера выгадывал. У меня просто есть коллекция Феррари, которая очень дорожает с каждым годом. Поэтому я по одной машиночке каждый год дарю сыну, потому что просто он, когда будет у него их много, он сможет их потом за очень приличные бабки 18 лет, 18 лет продать. Вот поэтому я в это инвестирую. Коллекционные машинки Феррари. Я бы добавил еще одну учивку. Первый раз Соколова не выводили с охраной сексой и со скандалом с EcomExpo. Вообще хорошо пустили, да? Ну, тут видишь, как мы знаем, Тенек я не пустил на конфу, видишь, а с EcomExpo не угоняли. Уважаем. Каждый год нам все веселее и веселее. Ты растешь на глазах. Да. Ну, в общем, EcomExpo было круто. Люди были, стенды были веселые. Значит, там Pim Solutions били тарелки. Было прям круто, забавно. Я никогда такого не видел. Вот. Ну, глобально там, наверное, ничего не удивило в плане каких-то кривей по сервисам. У нас там была секция открытия, где там ребята. Кстати, были такие. Кстати, были такие. Ну, глобально ничего не было. Были какие-то точечные штуки. У меня, на самом деле, вот у меня на секции был товарищ Сероотин, назывался сервис. Они там, типа, анализируют данные по CJM клиентов. Очень прикольная, на самом деле, штука. Вот. Ну, короче, было что-то, но целый блок в оклее не было. Ну, были какие-то точечные яркие скучки. Мне понравилось. Вовчек, я знаю, что тебе понравилось больше. Сейчас, погоди. Вот. Значит, написали, написали, я конкурю написал отчет о том, соответственно, как это все прошло. На канале маркетинг, там без слез или что-то такое, я забыл. В общем, там разные каналы есть. Без мутаков, без смысла. Вот. Единственное, что из интересного, что был ривень, который мы промокли. У меня до сих пор ноги красные от краски протекших ботинок. А второе, что китайцы скупили, с соседнего павильона скупили весь коньяк в Уфимоле. Не знаю, зачем китайцам коньяк, честно говоря. Что у нас товарищ Андрей Казацкий торговался с китайцами уже у входа в магазин, чтобы ему отдали этот коньяк. Потому что китайцы вообще все прилично скупили. Никогда не думал, что китайцы пьют коньяк. Они, наверное, подумали, что это чай. Нет, кто-то сказал, что надо покупать конкретно Карарадо или что там. Они не покупали типа там какой-то беспонтовый, они покупали нормально. Я думаю, что они просто везут в Китай, а там продают кому-то, видимо. Или на подарки, может быть. У них просто радость от того, что они попали на такое чудесное мероприятие. Да, кстати, это одна наша очередная очивочка. То, что у нас было несколько компаний из КНР, которые и товарами занимались, и оборудованием. И у них довольно неплохо залетело. То есть, если раньше к нам китайцы приезжали просто для отбытия номера, то есть у них выделен какой-то бюджет. Они сами не очень понимают, куда едут и щупают почву, но при этом ведут себя неактивно. То в этот раз они прям приятно удивили, товарищи отработали хорошо. Это было прям приятно смотреть, потому что и ажиотаж вокруг стендов был, особенно те, кто ассортиментом занимался, контрактным производством и прочее. Ну и они сами довольно остались. Еще, ребят, не могу обойти стороной момент, что мы с вами много говорили про автоматизацию нейросети, а про оптимизацию как линейного персонала, так и работы маркетолога. Вот у нас прямо на e-comfuture было несколько... Я сейчас сходу вспомню два сервиса, которые про этот функционал рассказывают. То есть один, например, даже три, наверное. Вот, то есть первое это было... Не помню, как компания называется, но суть в том, что они делали болванки для директора по маркетингу со стратегиями. Вот, ну то есть, а ну-ка расскажи мне искусственный интеллект, где копать? Он говорит, ну вот примерно вот там, вот в таком-то секторе, в таком-то сегменте, вот, в таком-то рекламном канале. Вот, а второе, тут очень крутая история была, это эмпатичный чат-бот. Вот, у нас, конечно, наш ведущий, мой со-ведущий их заговнил. То есть, если у вас такой эмпатичный чат-бот, хрен ли вы такие бедные. Вот, и почему у вас там стенд не 600 квадратных метров до потолка, вот, и вы еще не покорили весь рынок. Вот, тем не менее, очень интересная история была, вот, где чат-бот прям вникает в потребность клиента и в его контекст, вот, и снижает количество обращений к живому человеку. То есть, ну, такая история с разгрузкой операционки, условно, вот, там, колл-центра или человек, который на боте сидит. Вот, и очень классная история с трекером на велосипедах, ну, и на электровелосипедах. То есть, ребята, по сути, устроили историю, которая, ну, ты, как оператор, можешь, как в Варкрафте сидеть и смотреть, куда там двигаются человечки, там, менять им маршрутные задания в онлайне, вот, и менять направление, вот, это тоже очень порадовало. Таких вещей очень много было, это просто рассказал то, о чем, то, что запомнилось. Но самое главное, что было на выставке, это был СДЭК. Живой такой, веселый, вот, со стендом, вот, и даже не сильно в него кидали, там, яйцами, помидорами, там. Я думал, о, там будут линчать, ну, сотрудников будут линчевать, а нет, вот, все живые. Мы, кстати, по поводу кроссдека и его падения, как раз с ребятами на стенде разговаривали, и было прикольно, что, то есть, в общем, от ребят была обратная связь именно с ДЭК, что было круто, что комьюнити как-то поединилась вокруг всего этого, я не говорю здесь конкретно про продавцов, именно вот сервисная комьюнити, то есть очень многие сервисы, которые, там, оперируют данными СДЭКами, например, там, API-шип тот же самый, или там, Detail CRM, или обвязки, вот, то, что Денис Потапов делает, с моим складом или с Винцеллзом, они же данные-то все у себя же хранят на своих серваках, то есть номера накладные, там, все вот эти на ложка и на ложка, то есть просто, мы, говорит, даже не просили ни у кого эти данные, люди сами пришли и сами начали эти данные в нас выгружать, обогащая, тем самым, как бы, нашу базу, и это, типа, очень классно, вот. Ну, вообще, кстати, вот, если говорить про СДЭК, вот, если довольно, как мне показалось, спокойно, даже судя по нашему, вот, в Бородческому форуму, пережила несколько дней, что вот этот оператор висел, висел, ну, просто для понимания, этот, ну, оператор, он сравним по размеру с почтой России, вот, он был на несколько дней парализован, там, миллионы заказов зависли, и, как это ни парадоксально, ничего катастрофического не произошло, просто все там, ну, зафиксировали убытки, поняли, что, ну, да, доедет чуть позже, когда, ну, как говорят, когда беда общая, она не такая уж и беда, вот. Подождали пять дней, вот, и все заработал. Я, собственно, как C2C пользователь СДЭКа, то есть, ну, у меня в нескольких сетях отправлений зависло. Вот, то же самое, я даже особо не нервничал, хотя дорогостоящие были отправления, подождал, и, ну, спустя два дня от запланированной даты все доехали. Сейчас просто отправляю, все работает. Вот, а причина... Я хотел, знаешь, когда набросить, вот, я в чатике это набрасывал в одном дрослевом, значит, по поводу СДЭКа и, значит, его падения. Смотри, там уже какая история, что, типа, если чуть-чуть подробности углубиться, о том, что там накосячили компанию Bizon, это один из несчастно купленных стартапов с ДЭКом, ой, с ДЭКом СБЕРом в свое время, в каком-то первой волне. Суть в том, что может ли быть такое, что СБЕР, как заинтересант покупки доли Леонида, значит, просто таким образом через свою прокладку, либо через милицейских хакеров или через, вот, как раз купленную с собой компанию, которая защищает горемычную СДЭК, просто таким образом сбивая цену на долю Леонида, если такая вероятность. Это то, о чем все говорят, потому что, ну, Леонид в каком положении находится? Он, насколько я помню, там, гражданин Израиля, вот, а там оценочная стоимость СДЭК. Я вот тоже, это то, что я вот в коридорах на выставке слышал, вот, за оценки, за стоимость, там, поручить много, ну, там, 30-60 миллиардов рублей, что, на мой взгляд, не очень много. Гражданин, гражданин государства дадут ли, ну, да, дадут ли возможности эти деньги вывести, вот, без болезни. Ну, это же тоже деньги за долю, а не за весь объем. Вот, дадут ли их вывести, вот, хотят ли поторговаться, то есть, тут одни вопросы, вот. Что касается того, что это был накат для того, чтобы сбить цену, ну, это тоже первое, что приходит в голову, потому что, вот, уже за несколько, там, недель до этого, до того, как СДЭК лег, все говорили, что покупатель таки нашелся, ура, вот, в полуарах говорят, что это АФК-система, там, из нескольких разных источников слышал, что там на самом деле, ну, хрен знает, вот, но оно, ну, оно, конечно, может быть, но мне больше представляется вероятная мысль о том, что, ну, просто это было, ну, увидели слабое место, вот, был какой-то сотрудник внутри, ну, с проблемной точкой, вот, ну, там, я не знаю, может быть, это долги, может быть, это зависимости, может быть, это идеология, вот, и через него грохнули, ну, в ней контур защиты. В любом случае, эти случайности всегда, как бы, не выглядят случайными, честно скажу тебе. Ну, а закономерности зачастую оказываются именно случайными, чередой, там, драматических случайностей. Тут тоже не могу не согласиться. Я так понимаю, про СДЭК мы проговорили, наверное, меня никто не будет спрашивать, что у меня интересного произошло. Как прошел, как прошел ЕКОМ-экспо в целом? А вы как красивы? Ну, в целом, я тебе говорю, прошло очень хорошо, потому что, во-первых, мы включили, ну, некоторую санацию, и не всех пускали там бесплатно, вот, ну, вот, Соколову, кстати, пустили, вот он не прошел. Ну, а меня не пустили бесплатно, поэтому я не приехал. Ну, я тебе в следующий раз 500 рублей переведу. А, там 500 рублей стоило? Я подумал... Ну, там заградительная история была. Вот, мы несколько... Я думал, там 1000 рублей подписано было, 500 тысяч рублей. Нет, 500 рублей, чтобы бабульки не ходили и не собирали всякие приколдесины бесплатно. Они таки прорвались, они таки в некотором количестве прорвались. Ну, слушай, ну, пенсию же подняли, я думаю, что как раз там 500 рублей были лишние дополнительно. Ну, мы в следующий раз с Минпромторгом или с Минэком поговорим, чтобы вот эти деньги, они компенсировались, как налоговые вычеты шли, вот вычитались. Это нужно сейчас подавать как раз в корректировку налогового кодекса, можно учесть эту штуку. Просто отдельным термином, там, посещение выставки и комэкспо, отдельной позицией, строчкой. Всей семьей с внуками. Ты как организатор какие выводы для себя сделал, может быть, инсайд поймал? Нет, ну, во-первых, я сделал вывод о нашей божественности, вот, потому что, ну, реально, вот в этот раз... То есть ты обожаешься, ты как каждый месяц делаешь выводы, мне так кажется. Да, но я не устаю это делать, это очень приятное занятие. Во-вторых, ну, по реальной площади не хватило, потому что, ну, у нас был второй этаж, там, пятый павильон, вот, в следующем году вроде бы будет у нас два полноценных павильона, то есть это павильон, в котором было, и павильон напротив, то есть два хороших, ровных, квадратных, равноценных павильона, то есть у нас выставка там вырастет, ну, потенциально до 6-7 тысяч квадратов вместо тех 4,5, которых мы вот сейчас, вот мы в них заперты. Ну, вот у нас в прошлом году было там 4,500, в этом году там 4,440, там что-то такое, вот, ну, нам просто, ну, у нас ресурс для роста, он составляет где-то 200-300 метров, не самых лучших местах, вот, а сейчас... Слушай, а это о чем может говорить? Это может говорить о том, что ваша божественность распространяется, или что e-com тоже растет? Нет, ну, я думаю, что в первую очередь это, конечно, наша божественность, вот, избранность, а второе, да, e-com тоже вот за нами пытается угнаться, и вроде как мы его на себе тащим. Артем, а у тебя какие выводы? Вот, и сейчас, и я просто хотел сказать, что вот, ну, как тренд, то, что мы с вами в эфирах говорили, вот, нейросети, искусственный интеллект, это прям вот, вообще только ленивые это не используют, это реально стало во многих компаниях рутина, это раз, а во-вторых, в тех компаниях, которые раньше обслуживали традиционные e-com, будь то агентство, там, логистика, даже какие-то, ну, системы кредитования, абсолютно, ну, не все, но 90% из них переориентировалось на работу с маркетплейсами. Ну, не то, чтобы они целиком стали под маркетплейсом работать, под маркетплейсы работать, но, во всяком случае, у них появился функционал, не вторичный, а вот, ну, равноценное направление по работе с маркетплейсами. То есть выделенные департаменты, структуры, вот, вот это вот прямо вот примета, вот, и вот это вот было реально вот любопытно наблюдать на нашей выставке. Ну, то есть все, переход свершился, реально стыковатым. Остались компании, которые еще специализируются на e-com, но их уже меньшинство, я думаю, не с горами тот день, когда, ну, и у них что-то такое тоже появится. Я добавлю с своей стороны, что как раз у меня как раз появилось очень неоднозначное ощущение, потому что я абсолютно за несколько дней слышал полярное мнение, абсолютно разных ребят, условно говоря, там, встречал с пяток знакомых магазинов, которые закрыли магазины, ушли на маркетплейсы. Встретил пяток знакомых магазинов, которые сказали, в жопу маркетплейса, мы идем в стендалон. Встретил сервисы, которые, значит, плодятся и не излятся под маркетплейсы, встретил сервисы, которые там уже все, бабок уже нет, они понимают, что сейчас бахнет. То есть вообще, кажется, что как раз эта переломная точка, этот вот пик, да, когда должно что-то решиться. Происходит. Как раз, да, сейчас происходит. Я думаю, что вот... Но здесь, да, ну да, оно же получается такой, накопилось плотность, да, разное количество. И сейчас в качество начинает трансформироваться те, кто не уживает, их выкидывает. Ну, то есть 100% маркетплейсы, опять же, я лично в это верю, это топлю, но, опять же, я, понятно, что я пытался у людей это выспросить, задавал хитрые вопросы, чтобы мои кипотезы подтвердить. Но в любом случае, как бы, маркетплейсы, в основном будут, конечно, жить, спора нет, в основном какая-то длинная доля каких-то тематик целых, да, в основном останется в стендалоне, и я в это верю. И судя по тому, что я наблюдаю, так есть. Вот. И тут надо смотреть, что будет дальше. Я думаю, что как раз вот... У меня на радио, на радио 17 июня придет КАЦ, у нас тема называется «Производство и сетка ИВС маркетплейса», я думаю, подискутируем. Его статья, интересно, тоже взорвала интернет на эту тему. Да, на как раз его статье, как раз там тоже у нас новостей-то есть, как раз там начали же как раз какой-то союз торговых центров предъявлять, про ПОЗ, ну что типа это нерыночное, у маркетплейса нерыночное есть превосходство, короче, условия нерыночные, давайте МДС-ки кому-нибудь обнулим, кому-нибудь не обнулим. В том числе от его статьи тоже все это пошло. Так, хорошо. А ты что хотел сказать про себя-то, что ты там открыл, то может говорят, что ты там SDL, экдемий или что такое у тебя там было? А, да, друзья, Академия, мы наконец-то запустили, мы подписали соглашение с Вингиди и сейчас сформировали продукты, но это не совсем обучение, мы продаем экспертизу по разным направлениям, я даже сейчас покажу, мне скинули сайт, он готов. Ключевое – это компания с оборотом от ярда до 15 из категории MSP+. И мы делаем, у нас есть направление, это про выход IPO, акционирование, канал избыта, выставка. Это роботизация производства, огромное направление, о чем Владимир говорит, внедрение цифровых решений на любой стадии в производстве, в маркетинге, в HR. То есть вообще у нас первый продукт, который сделал полностью нейросетку, она разработала методологию, она сама записала цифровым аватаром, она создала сайт. У меня партнер с этим кейсом в Австрии недавно выступал. И ключевое, что проходит, это проходит экспресс-диагностика, важно понять ключевые точки роста, которые можно быть, что болит, потому что я, например, когда прихожу к врачу, говорю, у меня сердечко болит. Он посмотрел, говорит, да нет, чувак, у тебя спинку защемило, надо оттуда начинать условно. И дальше бизнес-спринты. Что такое бизнес-спринт? Стратегическая сессия и дальше трекинг. То есть мы не просто помогаем скорректировать стратегию, но еще внедряем инструменты, сопровождаем. Поэтому ссылочка на сайт будет, подключайтесь, но это для ребят, которые уже устойчиво на рынке. А как же МСП, это малосредний предприниматель или нет? Как у них может быть миллиард? А у нас... А у среднего предпринимателя может быть миллиард. Ну, миллиард за месяц или миллиард за год? Годовой оборот, если в категории государства у нас малосреднее предпринимательство, среднее идет от двух ярдов. Но категория МСП плюс сейчас у нас вводится, это как раз категория для МСП плюс. Для ребят, которые в маленькой категории, микробизнес и так далее, у нас большие акселераторы, которые мы делаем для центров мой бизнес. Поэтому там это тоже вектор направлен. Ну и третий трек, наверное, который мы в ближайшее время откроем, это бизнес-спринты, то есть стратегические сессии трекинг для госструктур. Поэтому подписывайтесь, пишите ваши запросы, будем проводить экспресс-диагностику и корректировать стратегию для достижения цели, ускорять этот путь. Я правильно понимаю, МСП плюс вводит для того, чтобы больше налогов собирать? Нет, МСП плюс это чтобы дроблений не было, потому что бизнес начинает дробиться при определенном достижении оборота. И вот чтобы это был такой гармоничный, плавный переход уже в средний бизнес. Дробление же делали для того, чтобы налогов уходить, правильно? Значит, все делали новым. Не-не-не, товарищи, эта история, это не для того, чтобы от дроблений уходить, это для того, чтобы те, кто зарабатывает больше, это мы сейчас уже про налоги говорим, да? Не, мы говорим про МСП плюс, зачем вводят категорию. И мы переходим правильно, Владимир говорит, к теме налогов. Погнали новости. Рост налога на прибыль, уплаты МДС на упрощенки, амнистия для дробильщиков. Что ждет бизнес? Смотрите, я расскажу. Когда мы готовились к ЕПО МЭКСП, забыв про все, забыв про то, чтобы мыться, бриться, смотреть за окружающей вселенной, если бы метеорит летел на Землю, мне было бы, наверное, тоже насрать, то я выловил одну фразочку, когда бизнес-фм слушал по радио в машине, что этот момент с изменением налогового законодательства и налогового регулирования коснется только 3% населения. Вот в этот момент я напрягся. Что-то я уловил такое, что это коснется всех. На самом деле так оно и есть, потому что что было до этого? Если у вас был оборот до 200 миллионов, и вы были на ОСН, вы платили свои 6%. А теперь так не получится. Если у вас оборот до 60 миллионов, вы будете платить эти 6%. А если у вас, в оборот, больше 60 миллионов будет, вам докидывают еще 5% этого самого НДС. То есть, по сути, там становится, ну, я, может быть, как-то сейчас неверно излагаю математику, не ту привожу, но будет вместо 6% 11% у малых предприятий, у которых годовой оборот составляет более 60 миллионов рублей. Ну, по сути, это повышение налогов на значительную часть сектора экономики, и это коснется абсолютно всех, потому что, угадайте, на кого будут переложены эти издержки. На покупателей. Правильно, совершенно верно. Годи, Вовчик, там на самом деле было так. Короче, там вот... Это ключевое. Я не уверен, что то, что ты излагаешь, это правильно, но если не вникать в детали и в подробности, то суть очень простая. Там с тарифом тарейка становится сложнее, чем у мобильных операторов, еще хитродельнее, вот так вот я бы сказал. Поэтому мало того, что никто не будет знать, сколько платить, за это еще можно штрафовать. И никто еще не будет знать, когда к тебе придут. Ну, это... А сейчас все знают. Математика называется. Вот у нас сейчас была простая математика. 6% всего оборота, а сейчас начинается вот эта вот возня. Ставка в плавающие по ССФПР, НДС, НДФЛ. Слушайте, но у нас есть... У нас же в канале «Активный предприниматель» есть чат-бот, куда можно писать свои условно новости или статьи от подписчиков. И мы это публикуем. У нас Наталья Горячая дала очень детальный комментарий вообще по всем пунктам. Мне кажется, можно почитать. Рекомендую это. Это да. Ну, в общем, для бизнеса это реально ключевой момент. Потому что у нас вот в Якоме просто львиные, наверное, 95% людей, которые там торгуют, пытаются торговать, они сидят на ОСН, на 6%. И те, кто сидел на 6% и имел оборот более 60 миллионов, ну, это нормальная история, когда ты торгуешь, то у них теперь жизнь становится резко другой и веселее. То есть это коснется очень большого количества действующих, функционирующих торговых предприятий. Вот. И они там борьба с дроблением, говорили они. На самом деле, мне кажется, это не борьба с дроблением, а наоборот его поощрение. Я понимаю, что идет война, государству нужны деньги. Но здесь всегда нужно... На самом деле, переход очень резкий, вот на мой взгляд. И это может просто срезать налогооблагаемую базу и вывести часть людей, как раз, ну, часть компаний... Думаешь, опять все будут в серую зону уходить? В плоскость дробления. Давай, здесь смотри, можно на эту тему долго дискутировать. У нас еще много новостей. Я думаю, что, знаешь, как обычно, вот в голове эта модель должна так работать, а потом реальность принесет кучу еще разных сюрпризов, и хороших, и нехороших, да. Вот, в целом, я, наверное, с тобой согласен, а дальше просто посмотреть, как это в реальности будет проявляться, то есть, да, что будет происходить. Ну, будем за этим, в общем, наблюдать. Да, и законопроект о маркетплейсах, который, проект, которого окончательно готов, категорически поддержал Минпромтор. Владимир, парируйте. Слушайте, я за неделю до выставки этот закон, такие осиливали, это было, правда, нелегко, я его прочитал, вот. Вот, не могу сказать, что прям прочитал по третьему разу и от корки до корки, но закон действительно назрел, вот, ну, там есть, что похвалить, есть, что, ну, есть с чем побороться. Вот, ну, во-первых, там все-таки проговорены права таких субъектов, как селлеры и ПВЗ, и он, ну, даже не очень сильно поджимает, гипотетически, не знаю, как практика будет складываться, маркетплейсы, вот. То есть, теперь с ними судиться и пялить их будет гораздо проще. И в плане изменения оферты, вот, и в плане их доминирующего положения, вот. Но вот стороной была обойдена моя любимая тема про собственные торговые марки. То есть, закон косвенно закрепляет факт того, что маркетплейсы торгуют своим товаром под своим брендом или просто своим товаром, вот. И это, повторюсь, системная ошибка в законодательстве. И вот флагом того, что так делать не нужно, я вот, наверное, буду махать, покуда мы не пробьем, ну, не откроем новую дискуссию на уровне законодательности. Я не читал закон, но согласен с Володей, что надо что-то, надо чем-то будет помахать, когда сильно прижмет. Слушайте, я просто, ну, новость-то прочитал, но просто новости же нету, как бы, деталей. Просто мы же неоднократно уже обсуждали в процесс, как это все сдавалось, какие-то были тонкие места. И как бы из того, что у меня это было отложено, там, ну, была очень большая статья же про это. Я вот, честно говоря, обнулился и забыл, что там было. Но мы тогда глобально, мы глобально тогда были в целом не против за исключением каких-то маленьких шероховатостей. Поэтому если именно промотор категорически поддержал, то мы такие, чтобы осуждать этот закон. Лишить маркетплейсы всех налоговых льгот, господа, сенатор Кудепов хочет. Что известно об инициативах? А там все налоговые льготы заключаются в том, что маркетплейсы рассматривались не как торговые, а как IT-компании. То есть их хотят вывести из категории IT-компании, что, ну, наверное, отчасти справедливо с точки зрения духа законодательства. Но с точки зрения смысла экономики я бы все-таки дал бы еще некоторое время для того, чтобы из наших озон, Вайберс, Яндекс.Маркет выросли такие прям русские амазоны. И был бы у нас такой трехглавый змей Горыныч, Азон, Яндекс.Маркет. Погоди, тут вопрос же в том, что если мы считаем, что маркетплейсы не IT-компания, мы в таком случае считаем и Яндекс.Такси, значит, и там Такси Максим, и какие-то вот эти вот логистических этих цифровых распределителей, короче, тоже тогда считаем не IT-компаниями, а так и логистическими. Нет, ну, по сути-то, они и есть логистические, потому что в основе, в базе, понятно, что они кучу денег тратят на разработку и доработку, поддерживая функционирование платформы, но, по сути-то, в основе их лежит оказание транспорта. Ну, слушай, здесь тогда, понимаешь, в чем история, тогда, ну, логично, что любую сейчас компанию надо признавать IT-компанией. У меня на эфире был парень, у него барбершопы, сто с лишним точек. У него ключевое, что ему дает нормальную прибыль и рост, это IT-сервис, который он сделал для себя, для франчайзи и все остальное. Тогда это тоже IT-компания получается? Ну, так погоди, так из себя ковчинников надо пиццей же. Тоже, если позиционируешь, я говорю, я же IT-компания, чуваки. Я не пиццерия, я IT-компания. Это такой период. Нет, слушайте, ну, здесь реально есть доля лукавства, с одной стороны, а с другой стороны, там, где сильная IT-составляющая, а у маркетплейсов она, очевидно, сейчас лежит в основе роста. Вот, я бы еще дал бы им время подрасти, и да, это был преференциальный режим, совершенно верный. Я правильно тебя понимаю? Который ставит раком всех их конкурентов из традиционного ритейла. Ты хочешь, чтобы раком стали все конкуренты из традиционного ритейла? Нет, я хочу, чтобы... Кровожадный мальчик. Я хочу, чтобы те компании, которые показывают самый динамичный рост, этот рост продолжали показывать еще некоторое время. То есть, получается, у нас должна получиться какая-то отдельная категория между IT и не IT, полу-IT, правильно? Да не нужно никакой категории. Ну, вот мы видим сектор, который растет. Вот сейчас надо в него, ну, поддержать... Его нужно поддержать. Вот. Ну, то есть, нужно поддерживать то, что дает максимальный рост. Так оно растет же, каннибализирует, как бы, то, что падает. Ну, то есть, типа... Ставя раком конкурентов, как ты выразился очень корректно. И что? Ладно, давай... Ну, может, прогрессу. У меня это Ветроград, который в интернете уже 22 года работает. Слушайте, я чувствую, у меня интересный эфир с кассом на радио получится. Друзья, напишите ваши комментарии, кого надо ставить раком в данной ситуации, будет интересно послушать. Вот. Ну что, суд постановил, что ПВЗ маркетплейсов это торговые, на секундочку, Владимир, объекты в продолжении твоей дискуссии. Какого смысла и последствия, что ты думаешь? А смысла здесь никакого нет, потому что, по сути, маркетплейс, то есть, ПВЗ маркетплейс это продолжение логистической инфраструктуры. IT-системы, IT-компании? Нет, это инфраструктура, это логистическая инфраструктура IT-компании. Вот. Просто следуя этой логике, вот абсолютно все точки Почты России необходимо немедленно переименовать, то есть, перевести в категорию тоже торговых объектов, потому что, по сути, вот если вы зайдете в ПВЗ, красивые витрины от батона до гандона все есть. Да, вот, именно так, это такой вот сельпошный супермаркет, который перекочевал в центр Москвы, вот, это реально просто торговая точка, там тазами какими-то торгуют, пластиковыми и алюминиевыми кастрюлями, там, макаронами неизвестных ноунейм-марок, там, какими-то детскими раскрасками и прочим, там реально всякая хрень собрана, вот, и больше того, у них операции с наличными в разы больше и по отправлениям, там, и по наложенному платежу, вот, ничего похожего на это в ПВЗ маркетплейсов нету, ну, то есть, по сути, они просто обгружают товар, там, изелька, там, принимая оплату через терминал за непредоплаченный товар, это не торговая точка, это продолжение логистической инфраструктуры, то есть, здесь опять мы имеем системную ошибку, я не апологет маркетплейсов, я там не готов пускать корни в пол и мутировать за их светлое будущее, но, а тебе кто больше приплачивает, Озон или Вайлдберрис? Ты. Кстати, когда следующий перевод будет? Ну, после новостей, если просмотров будет много. Ну, ладно, хорошо, мне приплачивает больше Вайлдберрис, и самая главная плата это улыбка Татьяна. А, я совсем забыл, нематериальный актив, любимая женщина, перекрывает все остальные вопросы, тут можно запихать и IT-компанию, и раком конкурентов, и ПВЗ. Сейчас, сейчас, ко мне на выставке подошла одна симпатичная кореянка, вот, и спросила, ой, Владимир, а вот, да, можно с вами познакомиться, еще что-то, вот, начался такой, она через себя хотела к Татьяне подъехать? Плавно перерастающие в пирт, я говорю, барышня, вот, я очень ценю корейских женщин, вот, но у меня сердце уже занято двумя из них, первая, это моя жена, вторая, это Татьяна Бакальчук, вот, вам там места уже не найдется. Давайте про Озон, каждый пятый селлер из КНР. А это не про Озон, я не думаю, что там каждый пятый селлер, там Озона свои конфеты и цифры задекларировала, что у них 500 тысяч селлеров, у них 100 тысяч китайцев, вот, там такой контекст, вот. Да, но я думаю, что там из этих 100 тысяч едва ли половина будет реальными, остальные, ну, номинальные, то есть, кто-то зарегистрировался. ты думаешь, это наши россияне вот такой ход нашли для себя? Не, я думаю, что просто китайцев так много, что они такие, так, пацаны, побежали, короче, сейчас зарегаем по Шурику, сейчас все, я думаю, что это, короче, эффект саранчижи, типа, они просто прибегают и сразу массово регаются, покажут какой-то рост. Я думаю, на самом деле, это симптом. Почему? Что нас ждет, Владимир, куда мы катимся? Ну, а мы про это уже много раз говорили, что это преференциальный режим, безбарьерный, по сути, режим торговых, то есть, те компании, которые зарегистрированы в КНР, сейчас будут без всякой таможни управлять свои дешевые, там, весьма конкуривающиеся, клиентно-способные товары на наш рынок. Сначала это убьет продавцов, потом это убьет, начнет убивать производителей. Потом восстанут продавцы и производители и убьют китайцев в физическом смысле. Возможно. Либо сожгут ОЗ. Нет, ну, просто сами подумайте, вот ты, мы уже этот кейс приводили, ты привез контейнер из Китая, заплатил за логистику, за растаможку. Там, Вася, который сидит в Китае, или там, Ван И, вот он что делает, он регистрируется. Ван И, на секундочку, это официальный представитель МИД. Ну, его брат, вот, вот, нашего или китайского? Без разницы, давай дальше. Я на всякий случай, что она потом не прилетела. он свой товар, который разместил на ОЗОНе, везет на их РЦ, который, ну, аффилирован с ОЗОН, вот, и дальше этот товар без всяких пошлин погнал сюда. Да, может быть, чуть-чуть, на логистической наценке, чуть выше, вот, и ожидания чуть дольше. Вот, я, кстати, не думаю, что, памятное, что было в Алиэкспрессе, они там за неделю доставляли товары из Китая. Вот, сейчас я думаю, что, ну, магистраль нормальную сделают, вот, может портал из Ады расшириться, 50 на 50 процентов. А он просто превратит Русь-Матушку в выжженную землю, наш торговый. смотри, давай так, секунду, вот, ОЗОН сделал в Турции, как в 1922 году они открыли свой отологический хаб, и оттуда начали, собственно, весь параллельный импорт брендов, то, что они возят сейчас, свой этот, шмотки они качают, и этот в Айти, те в Айкики, которые турецкий H&M тоже начали активно в Россию завозить. То есть у них это как бы процесс уже налажен. То есть я так понимаю, что построить там РЦ-шку в Китае и типа изливать эту ставку в неделю, технически это как бы изи-катка, то есть она уже как бы, тут уже прокатана. То есть вопрос только ограничений законодательных, я так понимаю. Я думаю, я думаю, или просто прямой разговор с топ-менеджментом Амазона, вот, хрен ли вы делаете, ребята, но если мы посмотрим следующую новость, то походу... Там что-то было, там было на ПМЭФе Беляев, Беляков, как-то забывая фамилия этого всего управляющего директора. Он там что-то коровку-то отмочил, я сейчас, блин, забыл, пытался вспомнить и не смог. Короче, там что-то заявляло интересного в этом плане. Ну вот тогда, видите, у нас еще открывается окошечко из Узбекистана, не так будет грустно китайцам. Грустно будет не китайцам, китайцы этого даже не заметят, этой конкуренции. Грустно будет нашим продавцам и производителям. Просто вот, ну, мы читаем новость, Пусин заявил, что скоро для поставщиков из Узбекистана откроется возможность торговать через ОЗОН. Мать вашу, ну, когда же он заявит, что поставщикам из России скоро появится возможность торговать в Узбекистане через ОЗОН? На самом деле, она уже, по-моему, есть, вот, но просто сейчас у нас получается так, что из нашего рынка случился проходной двор. То есть, Узбекистан, я напомню, это не страна ЕАЭС, это не таможенный союз, там, у нас с ними тоже есть такой, нормальный барьерный режим. И если они получают прямой доступ к нашим, а у них у самих на самом деле попробуйте что-то привести туда, это очень большая проблема. Там, во-первых, очень сложное таможенное законодательство, и вы там с оформлением замучитесь. Во-вторых, там сильная коррупционная составляющая и пошлины очень высокие. Так что включать им зеленый свет без того, чтобы наши получали какие-то преференции, ну, это такая история в одни ворота. Ну, может, просто мы об этом еще не в курсе, значит, это воевет следующий неделю Медведев. Короче, давайте я обобщу вот эту тематику. Нужна сильная, продуманная, протекционистская политика. У нас наша промышленность производства, да и торговля еще не встала в полный рост. нужно подкачать мускулы, чтобы и набрать вес, чтобы на равных конкурировать и делать открытый рынок с соседями. Вот моя ключевая мысль. Согласен, двигаемся дальше. Яндекс сможет и хочет начать массовый выпуск роверов. Артем, почему он не начинает? Я думаю, потому что это полная фигня, как мы знаем, я же литерограмм. Смотри, ну, то есть, давай так, по поводу... Я неправильно вопрос переадресовал. Я забыл то ретроград. Да, да. Появились для выпуска роверов, и в принципе они его расширяют. Смотрите, у меня на районе их ездит просто тьма, вот, я их вижу там чуть ли не каждый день. Ни разу я через ровер никакого посылки там или... Не, погоди, ты специально выбираешь, чтобы тебе ровер привезли? Ровер назначаешь... Я не могу, я с удовольствием, я мечтаю о том, чтобы заказать что-то через ровер Яндекса. Слушай, а может быть такая штука, что они просто ездят для того, чтобы глаза намазали, чтобы потом через них заказывали? Вот у меня, Илюх, ты не поверишь, у меня именно такое ощущение, ну, то есть, я понимаю, что они собирают какой-то... А ты можешь просто посылить разок, Вовчик? Конечно, просто посыли, куда они едут. И запиши, пожалуйста, на видео, мы посмотрим маршруты движения. Есть на самом деле классный ролик на Ютубе, вот называется «Куда едут бабки с утра?» Там какие-то чуваки в Новосибирь едут в Сибирь, они просто заходят в автобус, там одни бабки, они за ним просто ходили, ну, то есть, 5 утра бабки куда-то с сумками едут, вот они, короче, ходили за бабками, я вам так расскажу, что из всех из них они сделали вывод, что все бабки реально по каким-то делам ехали, кроме одной, она реально просто шароебилась, просто, вот здесь видишь, понимаешь, в чем же еще и стоит? Времена, это так же примерно, я думаю, какая-то не заходила, а какая-то просто за компанией. Но здесь не то, что за компанией, понимаешь, у них свои роверские дела, нужно в МФЦ заехать, там еще что-то получить, там расписаться, там заявление написать, они пока все порешают, а потом уже можно будет их вызвать через приложение. Ну, слушай, я просто не знаю, они что, они возят Яндекс.Еду, типа, Яндекс.Лавку в смысле? Никто не знает, не просто ездишь. Нет, загадка. Погоди, Вовча, погоди, ну ты же можешь подойти, открыть и посмотреть, что внутри лежит. Я, когда приезжал на Яндекс.Мэксп, я думал, что на Яндекс.Мэксп будут ездить роверы, а вместо этого там ходили два карлика в коробках, понимаешь, это немножко другое, что я ожидал. Ну, возможно, что в роверах что-то такое и сидит. Ну, это как бы не фигура речи, там просто реально были, ну, то есть промоутеры были, ну, ребята очень прикольные, кстати, мы с ними подружились, королики, они были почему-то в коробках, я не знаю, что они олицетворяли, я так и не понял задумку, но чуваки были прям мировые, мы с ними загорешились. Доказания за рубль, Магнит Маркет вступил в борьбу за московских селлеров. Самое главное, что в новости, могу сказать, что Магнит Маркет наконец-то приехал на новый домен, вот, это mm.ru, это самое важное. Вторая новость, что какового, что они, они все очень плохо с UEC. с интерфейсом. Да, с интерфейсом. Ну, я просто зашел, я попытался заказать себе Powerbank, я очередной потерял, и оказалось, что, во-первых, я это могу сделать в очень ограниченном количестве городов, я так понимаю, это в основном там Татарстан, хотя, может быть, там, ну, какие-то еще города по Волже есть, во-вторых, при попытке заказать в Казани, ну, ладно, хрен с ним, может, поеду в Казань, там себе выкуплю этот Powerbank, вместо карты, который так, ну, привычно в Озоне, Маркетс, там, или Вайлдберрис, там просто реально выпал список, с списком ПВЗшки, вот, и, ну, интерфейс, я так понимаю, пока что находится на стадии доработки, вот, меня очень удивило отсутствие. Ты понимаешь, когда тебе Marketplace, ты один раз ПВЗ выбрал, за него снова забираешь, тебе же не надо постоянно забирать, и ты, ну, все, и в нем автоматом заказываешь. Слушай, ну, это понятно было бы для какого-нибудь ДНСа, у которого, там, 20-30, там, ПВЗшек в мегаполисе, вот, но все-таки Magnet Market, это, ну, несколько другой масштаб, и я ожидал, что там, ну, просто ты подумай, если там ПВЗ будет в каждом магазине магнита, а еще просто частных ПВЗ будет сколько-то открыто, вот, то сколько там пользователей листать придется? Ну, тут, в общем, меня просто... И там нету возможности, там, вбить улицу, там, или какой-то район, там, или локацию, ну, пока все очень не очевидно. Он просто должен рядом открыть карту и сравнивать адрес. 50. Ну, в общем, суть новости про то, что за 1 рубль доказаний можно, типа, привезти, вот, чтобы, значит, московские эти селеры выходили и активно продавали на канале свой стафф, я так понимаю. Да, да, вот, но тут же, понимаешь, как селер, он зачем просто так пойдет на маркетплейс. Ему, что селеру нужен? Селеру нужен трафик, вот, а если у тебя нет Москвы и Питера, ну, какой в жопу трафик? Нормальный трафик у нас в... Согласен, нормальный трафик, мал желатник, да дорог. Авито разрешил селерам оставлять на покупателей, что правильно, отзывы. Я тут по этому поводу анекдот хотел, старый вспомнил, я даже не помню его точное содержание, но, в общем, когда литератор идет по Москве 30-х годов, он вдруг видит, как Маяковский, памятник Маяковскому, бегает за голубями и пытается насрать им на голову из чувства мести. Ну, вот. Вот смысл был там примерно такой. то есть, тот продавец, которого задолбали там неадекватные отзывы там со странными хотелками, вот, он может теперь сполна отыграться на покупателей. Я сам всякий домашний хлам эпизодически выставляю на Авито, вот, и я отметил закономерность, что вот, чем дешевле ты выставляешь вещи, чем дешевле ее хотят купить, тем больше тебе делают мозги, вот, то есть, там, 27 разнонаправленных вопросов, замеров, человек все больше, ну, чем меньше вещь стоит, тем больше человек сомневается, вот, потом на последний момент передумывает, то есть, ты продаешь какую-нибудь хрен лень за 300 рублей, потому что тебе лень за помойку идти, вот, но у тебя там в итоге вылетает два или три рабочих, ну, вечерний, три или четыре вечера, потому что тебя переносят, ну, забор товара, вот, там человек пытается сэкономить на доставке, и прочее, и прочее, вот, я думаю, что этот функционал будет пользоваться большой популярностью, вот, и самая распространенная характеристика покупателя будет мозгоюк. Слушай, я надеюсь, что все-таки еще Авито придет к списку, черному списку, который, как бы, наконец-то появится уже перед этих трипельских террористов, и, наконец-то, Авито начнет с этим бороться, раз другие малькинплейцы с этим бороться не хотят. Послушать, кстати, Вовчика, я понял только что, что ег, вес на ретроград, он и провинциал, все провинциальные, провинциальные, разрывшиеся, значит, дворянин. Вовчик, значит, у нас, значит, поэт, столичный поэт, вот он все в высоком, о столицах, значит, внутри Садового кольца, как у нас классно, вот, и инновации, чтобы были, и очень инновационный столичный поэт. Я разрывшийся, значит, провинциальный помещик, вот я себя так теперь буду называть. Я боюсь даже представить, что ты мне прилепишь, блядь. А, потому что, когда вот ты, ну, видишь, ты же лавируешь, ты всегда лавируешь, тебе, очень сложно понять. Я думаю, что ты как раз проявите этот... Давай мы поставим это комментарий, пусть напишут, что люди думают. Хорошо. Я, правда, сам читать не буду, ты мне потом корректно. Я тебе перескажу. Ну что, будем заканчивать. Кручак, какие-то пожелания, что планируем, тем, что сами планируем, что пожелаем слушателям, зрителям. Владимир. Значит, тем, кто не дошел до e-com.expo, скоро будет выгружена презентация компании, которые у нас участвовали в бизнес-программе, вот, и их можно будет скачать. Если вы зарегистрировались, но не дошли, это будет бесплатно. Если вы не регистрировались или не дошли, ну, там, по-моему, это рублей 500 будет стоить, можете подрубиться к нашей системе и скачать все, что вам нужно. Там много хороших, интересных докладов от сервисов, там не только про технологические новинки и рекламу, там и про методологию, и про функционал, и много полезных мыслей, как в самих тезисах в программе, так и в презентациях. Поэтому, ну, если вдруг не доехали, не дошли, или дошли, но не успели все послушать, то обогащайтесь, забирайте это с нашего ресурса на expo.ru в разделе бизнес-программ. А партнерские презентации тоже будут выложены? Партнерские для тех, кто заплатил партнерские конференции. У нас там был формат еще партнерских конференций, то есть другие продюсеры внутри нас делали свои мероприятия. Тут уже если вы их посещали или имеете какую-то договоренность, или регистрировались на них и оплачивали, то у вас будет доступ. А так, что касается своих планов, я буду еще где-то неделю пребывать в Блаженной Неге. Ты в Блаженной Неге будешь пребывать с повышением градуса? или 66 останется? В пятницу я поеду в бар Артема в Красногорск. Я просто забыл, как он называется, Артем, на ком? Крафтбери. 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 И планирую пропустить там 3-4 кружки пенного напитка. Если есть желание присоединиться, welcome. столиком один. Пожалуй, придется мне выйти в соседний подъезд. в этом деле. Я хочу сказать, что дополнительно Владимира о том, что мы решили, что надо изменять потихонечку формат. Мы точно будем менять формат. Я для нас с вами скорее первую очередь говорю, чем для наших слушателей. Подумаем, как формат менять. В любом случае, гостевые эфиры в каком-то виде точно будут. В общем, нам думать, чтобы это было как-то чуть более серьезно выглядело. Потому что, когда уйдешь на EcomEx, видишь 15-20 тысяч человек и понимаешь, что ты песчинка в этом мире Ecom, вот хочется, чтобы эта песчинка была чуть побольше. Была хотя бы маленьким камушком, а может быть таким большим страусинным яичком. Слушай, круто, но здесь главное важно, знаешь, что понимать, что песчинка, даже самая маленькая, выполняет очень качественную роль для большого-большого какого-то объема. Потому что, знаете, как появляется жемчуг органический? В моллюск попадает песчинка, она мешает, и он трется, и он становится, сука, жемчугом на выходе. Может быть, наши новости являются жемчугом для Ecom, песчинка, которая будет мешать и тереть. Ну да, короче, нас слушают 40 инфлюенсеров, которые просто пересказывают наши мысли, и я не буду называть этих людей с именами на F, с фамилиями на Щ, которые просто их третранслируют, выдаваясь за свои. Возможно, такое тоже есть, я не знаю, я просто не скажу за счет. Это же круто, это же круто. А я хочу пожелать, друзья, предприниматели должны учиться у предпринимателей, поэтому для того, чтобы был ваш рост кратный, конечно же, обращайтесь к нам в академию, у нас наши эксперты это только предприниматели, которых мы методологически готовим под ваш проект, и это всегда кастомное решение. Поэтому развивайте всем развитие, развитие в Якоме, развитие в личности, развитие в цифре людей, деньги, роботы. Пока-пока.